добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели сегодня у нас очередная запись и эта запись у нас продолжается в рамках университета этики жизни и я рад приветствовать в нашей студии марию флиман которая является представителем этого университета ну и я хотел бы буквально два слова напомнить о том что же это проект посланник татьяна николаевна микушина и общественная организация духовно-просветительский центр sirius продолжают интернет проекта сейчас это уже интернет-радио проект который так и называется университет этики жизни ну я очень рад о том что мы продолжаем эту программу ну а университет дает своим слушателям высшее духовное знание в общем то что и есть миссия нашей жизни ну и теперь слово марии флиман мария здравствуйте здравствуйте добрый день дорогие радиослушатели очень рада вас приветствовать мы продолжаем наш интернет-радио проект и хотела вам только немного напомнить о том вот михаил начал рассказывать о университете что он дает своим радиослушателям высшие духовные знания я хотела бы еще добавить что основой этих знаний является учение владык мудрости которые переданы через нашу современницу татьяну николаевну микушину хотела вам сказать дорогие друзья что в течение последних 10 лет вознесенные учителя человечества давали свои учения через татьяну николаевну и сейчас это учение в полном объеме содержится в этих посланиях около 500 послания татьяна николаевна приняла и все они на у нас изданы и у нас сейчас 21 книга под названием слово мудрости где вы можете так сказать приобретя эти книги читая их вы можете познать полностью учение вознесенных владык наших радиопередачах вы имеете уникальную возможность также услышать аудиозаписи посланий вознесенных владык прочтение а а татьяна николаевна микушины посланника великого белого братства хотелось бы вам также сказать что все все материалы все знания переданы учителями человечества на землю содержится находится на сайте посланника великого белого братства татьяна Николая Микушина, сайт такой sirius-ru.net sirius-ru.net Милости просим, пожалуйста, приходите, знакомьтесь, мы будем всегда рады сотрудничеству с вами. Да, ну а я со своей стороны хочу добавить о том, что все программы, наши программы записываются, ну и те, кто хочет в памяти возобновить эти программы, прослушать их опять, вы можете прийти или на фейсбук SunGates Radio набрать на русском языке, или же вы можете прийти на тоже YouTube, это наш канал SunGates Radio, и вы можете посмотреть наши программы с Марией Флиман, ну а те, у кого будут вопросы к нам, пожалуйста, можете их задавать по скайпу, это SunGates, S на конце, Солнечная врата, SunGates 1.08. Мария, у нас будет сейчас программа, которая посвящена чему? Сейчас я еще немножечко хотела рассказать об университете, и потом мы перейдем непосредственно к нашей теме сегодняшней, очень интересная тема сегодня у нас. Хотела бы добавить, что знания, которые даются в университете этики жизни, также основываются на богатейшем духовном опыте прошлого и передовых достижениях науки и культуры современности. Обучение базируется на трех основных предметах. Это этика жизни, закон кармы и закон перевоплощения. Соответственно, этому в настоящее время в рамках университета на строительных интернет-проектах размещаются три кафедры. Кафедра этики, кафедра закона кармы и кафедра реинкарнации. Мы сегодня продолжаем лекции по этике, университета этики жизни. Эти лекции, которые уже были прочитаны в эфире, и сегодняшние лекции принадлежат перу преподавателя нашего университета Елены Ильиной. Сегодня это наша седьмая встреча в эфире интернет-радио «Сангейтс». И, как Михаил сказал, вы можете все предыдущие наши лекции прослушать, найти по каналу, который Михаил назвал. Сегодня у нас очень интересная, важная тема. Это тема «Этика христианства». Мы намерены посвятить этой теме несколько передач, потому что она очень глубокая, объемная. И в этих передачах вы услышите об этих и христианства, и об ее основоположнике, великом Учителе Иисусе Христе. В начале нашей беседы, дорогие слушатели, мне хотелось бы сказать вам, ну, немножечко раскрыть вот эту тему. Это было, наверное, всем будет интересно, что Иисуса, великого Учителя, человечества звали Иисус. А Христос – это не имя и не фамилия. Что же значит Христос? И почему Иисуса веками люди называют Христос? Исток слова «Христос» или «Кристос» следует искать в Индии. На языке санскрит «крис» означает «священный», «чистый». Поэтому индусский Сын Божий был назван «Крисна» или «Кришна». Термин «Христос» означал в древние времена особое высокое состояние сознания «Я Христа», которое непосредственно связано с высшим миром, миром Отца Небесного. И сам Иисус подтверждает это. «Он сказал им, вы от нижних, я от высших, вы от мира сего, я не от мира сего». Его изречение было записано в Евангелии от Иоанна. Вообще в нашей лекции, хотела вам сказать, я буду вас как бы направлять ваше внимание, в каком Евангелии было то или иное выражение Иисуса, потому что все эти первоисточники, они доступны и известны. Иисус Христос является не только основателем мировой религии христианства. Он также создатель учения жизни, которое можно определить как этику любви. Так и охарактеризовал учение Иисуса Христа наш современник, доктор философских наук, специалист в области этики Гусейнов – «Этика любви». В книге «Великие моралисты» Гусейнов пишет «Иисус Христос соединил религию и мораль в единое целое. Его религия имеет моральное содержание. Его мораль имеет религиозные истоки. Как считает Иисус Христос, бедствия человека начались с того самого момента, когда он отпал от Бога и возомнил, будто сам может знать, что есть добро и что есть зло. И когда решил своими средствами, прежде всего обманом и насилием, бороться с тем, что он считает злом. Накапливаясь и умножаясь, бедствия эти достигли катастрофических масштабах и подвели человека и человечество к черте, за которые вечные муки, умирания. Единственное спасение человека состоит в том, чтобы вернуться к первоистокам и осознать, что ложным является сам путь разделение людей на добрых и злых и противостояние злу злом. Всё живое создано Богом, все люди его дети. Отношения между людьми являются истинными тогда, когда они являются такими, какими должны быть отношения между братьями, детьми одного отца, отношениями любви. Я повторяю вам, это была цитата из книги «Великие моралисты» принадлежат профессору Гусейнову. Мария, я хочу одну небольшую ремарку сделать. Когда вы говорили о том, что ложным является сам путь разделения людей на добрых и злых, я вспоминаю фильм, те, кто смотрели этот фильм, я думаю, многие смотрели «Мастера Маргарита» многосерийный этот фильм, когда Нерон беседует с Иисусом, и он говорит, а что, вот этот вот Сунтурион Марк, он тоже добрый человек, который его избивал? Он говорит, конечно, он добрый человек. Он говорит, как же, так он же вот сражается и всех там готов поубивать, и вот с тобой он так обращается. Он говорит, ну, сердце-то у него доброе, это просто его люди сделали злым. Да, да, правда, интересно. Спасибо, Миша. Учение Иисуса, записанное его учениками, не имеет перечня положения. Оно изложено в виде притч, изречений, ответов на вопросы учеников. Смысл учения Христа в том, чтобы сообщить людям, что Небесное Царство близко и показать, как вести себя для его достижения. Иисус говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. В этих словах есть весть о спасении, о Небесном Царстве, как высшей цели человеческой жизни, о воссоединении человека с Богом. И первое, что требуется от человека, это осознать несущественность, второстепенность всех земных целей и стремлений. Что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Чем меньше человек стремится иметь здесь, на земле, тем больше он будет иметь там, на небесах. Чем меньше он привязан к материальному, тем больше он думает о духовном. Последние станут первыми, а первые – последними. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Это из Евангелия от Матфея. Люди заботятся о материальном, о хлебе насущном, чтобы устранить свои страдания, не понимая того, что как раз в этом и заключается причина страданий. Иисус настойчиво призывает людей осмыслить свой печальный опыт. Тысячелетиями люди озабочены тем, что им есть, что пить, во что одеться. И у них нет вдоволь ни того, ни другого, ни третьего. А есть лишь постоянные муки, нескончаемые конфликты. Не потому ли это происходит, что люди заботятся не о том, о чем следует заботиться, а что перепутали главное в второстепенное? Иисус предлагает иную программу жизни. Вот что Он говорит. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Это тоже из Евангелия от Матфея. В своем послании 21 марта 2005 года, принятого Татьяной Николаевной Микушиной, Иисус говорит о том, что Царство Божие находится не где-то на краю земли. Мне хотелось бы, чтобы вы послушали фрагмент записи этого послания, который читает Татьяна Николаевна Микушина, посланник Великого Белого Братства. Царство Божие – это состояние вашего сознания. И когда вы достигаете определенного уровня развития вашего сознания, вы получаете доступ к этому Царству Божьему. «Возьмите Мою руку, держите ее крепко, и я покажу вам дорогу в это Царство, вход в которое находится внутри вашего сердца. Только сначала вы должны сами по своей воле расстаться с теми качествами, которые обременяют ваши сердца и мешают вам разглядеть меня даже тогда, когда я прихожу к вам и стою прямо перед вашими глазами. «Вы не видите меня до тех пор, пока не сможете освободиться от поклажи, которая лежит на ваших плечах. Это груз, состоящий из ваших привязанностей к этому окружающему вас миру. Я дам вам упражнение, которое обещайте мне выполнять каждый день. Каждый день представляйте себе сияющий ослепительный свет прямо перед собой. Вы испытываете желание слиться с этим светом, стать едиными с ним, но этот свет обжигает вас, и вы не можете приблизиться к нему. потому что в вас есть что-то, что не от света, что-то, что мешает вам обрести состояние, свойственное вашей истинной природе, света, огня, пламени. Подумайте, что вам мешает, что в вас не от света. Не надо сразу пытаться избавиться от всех своих несовершенств. Найдите одно качество в вас самих, которое, по вашему мнению, больше всего мешает вам проявить вашу истинную природу. Если вы не знаете, что это за качество, медитируйте на меня, просите меня, и я подскажу вам, что это за качество. Оно проявится в вашей жизни, и вы пожелаете избавиться от него. Вы должны желать избавиться от этого качества или вредной привычки так страстно, что вы будете постоянно в своих молитвах ко мне просить меня, чтобы я избавил вас от этого качества, чтобы я помог вам преодолеть это ваше несовершенство. Вы можете просто просить, вы можете молиться, и наступит день, когда вы полностью избавитесь от этого качества или привычки. Тогда принимайтесь за следующее несовершенство. Отдавайте мне все ваши несовершенства. Просите меня, я возьму их все, и не будет уже ничего в вас самих, что будет препятствовать вам увидеть меня, когда я стою перед вами. Мне останется только взять вас за руку и провести тем тайным ходом в Царство Божие, который скрыт в тайной обители вашего сердца. Дорогие радиослушатели, а теперь позвольте нам, продолжить нашу лекцию. Какие же сокровища ценятся в Небесном Царстве и что надо делать человеку для того, чтобы воссоединиться с Богом. Прежде всего, принять ведущую волю Отца. Отношение Сын-Отец является ключевым для понимания учения Иисуса. Добродетель Сына состоит в послушании Отцу. Не как Я хочу, а как Ты хочешь, Отче. Это постоянный и основной мотив Иисуса. Даже перед лицом самого тяжелого испытания предстоящей страшной казни Он находит в себе силы сказать «Не моя воля, но Твоя да будет». Сына делает Сыном следование воли Отца. Отца делают Отцом любовь к Сыну. Человек Сын уподобляется Богу Отцу через любовь. На вопрос одного фарисея «Какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус ответил «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Это записано в Евангелии от Матфея. Иисус формулирует не просто заповедь, а наибольшую заповедь, заповедь заповедей, первооснову вечной жизни. Он формулирует нравственный закон, который не знает никаких исключений, любое исключение из которого является деградацией во зло. Поскольку у человека сейчас нет прямого контакта с Богом, он не имеет возможности проявить свое отношение к Богу иначе, как через братское отношение к ближним, через деятельное признание того, что ближние такие же дети Бога, как и он сам. Человек любит Бога через своих ближних. Последнее наставление ближайшим своим ученикам, которое дает Иисус перед своей смертью, есть наставление любить друг друга. Единственное, что является признаком новой жизни и должно отличать их от всех других, вот что говорит Иисус, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Люди соединяются друг с другом во Христе через любовь, а не через особые одежды, ритуалы, иные знаки благочестия. Любовь есть и божественное совершенство, и путь к нему. Любовь смиренна, она и служение другим людям. Как и всегда Иисус являет это в действии. Перед последним праздником Пасхи, зная, что пришел его час смерти, Иисус начал мыть ноги ученикам и вытирать их полотенцем. Ученики его были сильно смущены. Петр потрясенно восклицает, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус продолжает задуманное, среди всех моет ноги также и Иуде Искариоту, хотя уже знает, что тот задумал предать его. Завершив все, он объяснил недоуменному ученикам смысл того, что сделал. «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». Это записано в Евангелии от Иоанна. О чем же говорит Иисус? О том, что сознание какого бы то ни было превосходства перед другими враждебно любви. Чтобы блокировать такое сознание, надо ставить себя ниже другого. Только тогда можно достичь столь трудной и необходимой между братьями взаимности. Ученикам, рассуждавшим между собой, кто из них больше, Иисус сказал, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугую». Это из Евангелия от Марка. Смиренное отношение человека к людям реализуется в заповеди «Не судите других», которые Иисус следует безусловно. Вспомнил рассказ о женщине, уличенной в прелюбодеянии. Тора к текнижным Моисееву в таких случаях предлагала смертную кань через побитие камнями. Иисус, писавший в это время перстом на земле, сказал, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И, низкло наклонившись, продолжал писать на земле. Окружавшие, обличаемые совестью один за другим, покинули то место. Иисус остался наедине с грешницей и обратился к ней. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Это записано в Евангелии от Иоанна. Брату не дано судить брата. Для этого существует отец. Человек, позволяющий себе вершить нравственный суд в отношении другого человека, вправе сделать это в том только случае, если сам является безгрешным. Но, будучи человеком, он не может быть безгрешным. Считая себя безгрешным, он обнаруживает тот грех, который называется гордыней, самодовольством, ставит себя выше другого человека и тем самым оказывается вне духовного пространства любви. Прочитайте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Любить врага означает простить ему все прежние злодеяния и тем убрать преграду для человеческого единения. Послание от 5 июня 2005 года передано Иисусом на землю через Татьяну Николаевну Микушину постулат «Любите врагов ваших» приобретает расширенное понимание. Мы предлагаем вашему вниманию, дорогие радиослушатели, прослушать фрагмент этого послания в прочтении посланника Великого Белого Братства Татьяны Николаевны Микушиной. Вы должны любить ваших врагов. Вы должны благословлять ваших врагов. Ваши враги дают вам возможность рассчитаться с вашими кармическими долгами. И ваши враги дают вам возможность получить урок и пройти тест. Я знаю, что во многих ситуациях вам будет тяжело принять все упреки, нападения и угрозы, направленные в ваш адрес со смирением и благодарностью. Но вы должны научиться принимать все, что выпадает на вашу долю со смирением и покорностью. Вы сами и только вы сами решаете, в какой степени вы можете себя защитить с помощью ваших органов власти и структур, призванных разрешать споры в конфликтной ситуации. Однако вы должны научиться не испытывать против ваших врагов никаких отрицательных чувств. людей, которые нападают на вас, обижают вас, оскорбляют вас, унижают вас, несчастны по своей сути. Человек, в чьем сердце пребывает Бог, никогда не позволит себе нанести вред другому человеку. Поэтому все, что вы можете, когда на вас нападают ваши враги, это простить им и молиться за них. Ибо они не ведают, что творят. Их сознание омрачено и порой полностью захвачено силами тьмы. И они поистине не отдают отчет своим действиям. только человек, омраченный невежеством, может предоставить возможность силам тьмы действовать через него и совершать неблаговидные поступки и причинять вред святым невинным. Бывает так, что Бог выбирает вас, чтобы вы вызвали огонь на себя и стали мишенью для сил тьмы, действующих через других людей и использующих их для нападений и злобных атак. Бог выбрал вас, чтобы дать вам тест и одновременно дать возможность проявиться тем силам, которые в этой ситуации срывают свои маски лицемерия и набожности и открывают свой звериный оскал. Верьте себя заботе Господа. Господь заботится обо всех своих овцах. Будьте готовы пожертвовать свою плоть, но сохранить свою душу. Истина всегда там, где среди скверны этого мира пребывают самые возвышенные чувства. Помните, что вы несете ответственность только за себя, за свои реакции. И каким бы несправедливым вам не казалось обращение с вами других людей, прощайте им. Любите ваших врагов, ибо только ваша любовь и заступничество порой способны спасти жизнь этим душам, которые одержимы невежеством и не ведают, что творят. Субтитры